всем ребят привет сегодня я решил приехать на свое недавнее занятие шурфом и вернулся я в это же место где у меня большая часть шурфа который разделился у меня на несколько частей само видео у меня наверное здесь уже будет 4 потому что находки здесь были хорошие в принципе на улице у нас сегодня жарко до 30 градусов на небе не облачко в общем по открытому полю будет ходить жарко я решил спрятаться в такой замечательной уютной обстановке здесь прохладненько тенечек и ходить бродить по солнцу не надо так что я сегодня буду ходить именно в этом месте буду работать снова со своим прибором надеюсь у меня больше подводить не будет вот хочу я что здесь сделать большую часть фундамента здесь я уже выбил не хочу немножко разработать новый новый участок шурфа то есть упасть сюда вот в низину вот я предполагаю что это не зина центр дома было потому что если вы видели что в центре я начал подымать красный кирпич но к сожалению я не пошел поэтому дали дальше красному кирпичу бросил затею я бросил я почему потому что камень не очень хорошо копается то есть лопаты не втыкается хорошо и я бросил затею так что сегодня посмотрим что у нас получится так что смотрим интересно я думаю что выйдет у нас сегодня и так чтобы начать мне уже начать лопатой махать мне для начала нужно вот это вот всю мусорную кучу очистить вот от этого хлама не знаю сколько здесь полметра точно все это нужно выбирать в сторону как видите он там кто-то копал наверное юрец вот если он там копал сигналы были значит вот в этой области тоже сигналы я предполагаю будет но здесь вот вот эту фигню надо убирать с очень много этой фигни очищать буду здесь вот я смотрел здесь практически находок не было вся часть находок было у здесь вот где уже все перерыто между прочим здесь вот вот я после себя так не оставлял возможно кто-то здесь уже что-то пытался ковырнуть у меня все должно быть вот таким вот образом все быстро то есть ровная поверхность а здесь кто-то уже ковырнул лопатой возможно возможно кто смотрит мои видео может даже и мои же знакомый дабы проходя мимо услышав сигнал решили копнуть один-два раза но нет ребята после себя я мало когда оставляю тем более своим новым прибором вот прибор у меня макроэрэйсер вот раньше аси 250 с катушкой с огромной нал торнадо на шуфе я мог что-то пропустить но в данном случае нет стал я немножко поопытнее по шурфу и уже меня с большой катушкой на шурф не загонишь ладно начнем очищать и так ребята очистил я себе объем работы на сегодня как вы видите здесь вот была вот эта куча вот я ее отбросил примерно два на два сделал себе участок здесь вот у меня сегодня и будет разрабатываться мой шурф дымовая яма в принципе большая то есть большой дом был не зря же я здесь поднял медаль за материнскую славу второй степени она у нас серебряная вот весит примерно 20 грамм вот а материнскую славу орден ее давали между прочим за восьмерых детей то есть дом как минимум был рассчитан на 10 человек то есть 8 детей мама с папой так что дом был огромный на 10 человек а потеряшек как вы видите монет очень много здесь было надеюсь и впредь я сегодня насобираю такое же количество монет здесь вы по этим кустам ребята проходили один из товарищей у меня здесь елизавета подымал здесь вот здесь полушечку вот ну в этом месте именно на месте этого дома я подымал самое старое что это у нас александр последний но в основном николашки и советики советики до наверное 50-го года последняя монета по моему было пятьдесят третьего года то есть это самый последний временной предел 53 так что посмотрим ходить мы будем сегодня весь день здесь я думаю по солнцу смысла ходить нет трава поднялась как вы видите уже некоторых местах достигает до пояса я думаю результативный коп будет если здесь вот остаться здесь покопать ну ладно продолжаем и так снял я первый штык лопаты вот такого размера примерно полтора на полтора вот выбросил я все за пределы подальше дабы если будет все хорошо придется расширяться так что я на старый шурф выбросил но как если вы видели как у меня есть видео как правильно шурфить вы бы увидели и узнали бы мой метод так что если кому интересно как правильно нужно шурфить заглядывайте смотрите видео по урокам по шурфа так что я выбросил был сигнал не снимал выпало такая пуговка пуговка трехдырочная как я слышал что трехдырочные пуговки это у нас являются немецкие но не знаю правда или нет но вот такая пуговка выпало ну и начал я снимать из-за того что я вам сказал что если первая монета будет после первого выброса вот был сигнальчик начал лопату воткнул лопату воткнул и вот здесь у меня на лопате я видел монета монетка вот она берем ее судя по размеру это у нас копеечка состояние к сожалению убитая полностью но судя потому что сзади герб у нас старый это у нас монета до 31 года ну ладно забираем забираем и так ребята решил я кое-что проверь сейчас я у меня был сигнальчик в принципе хороший четкий сигнал думал монета но выпал вот такая ерундовина и мои подозрения что это старый перстенек часть 2 перстенька и сейчас я хочу при помощи на за ножа соскоблить часть грязи на роста векового и узнать что это такое потому что на рост очень большой и мы сейчас хотим проверить прав ли я забыл то что это часть перстенька но первое подозрение настолько здесь слой да да ребята это у нас перстенек сожалению как обычно находит верхнюю часть все основание ушко к сожалению ломается почему-то на всех монетах вот перстень я вижу что очень старый очень старый так что находки здесь должны быть не просто николаевские до николаевского периода между прочим подходила сейчас бабушка наша бабушка старушка и она всегда подходит когда я подъезжаю сюда поздороваться узнать как что дела я и сказал что выдвинул свои предположения что вот этот дом был старый на несколько детей то есть как минимум 8 детей здесь было и она мои ожидания подтвердила да говорит она даже поименно всех назвала прям поименно вот и говорит что самая младшая одна осталась между прочим одна живет здесь неподалеку одна осталась из всех детей вот самая младшая так что дом в принципе существовал до советского времени точно вот ну а перстенек перстенек как я мог почистил сильная до металла скрип шкребы как не буду здесь у нас имеется небольшой орнамент на самой вот как вы видите вот такая вот штучка и как обычно обломана вот таким вот образом а рисунок обычный ничего особенного ладно буду продолжать куртить в этой яме результаты у нас как вы видите есть так чтобы продолжать итак наконец-то у меня появилось что-то более-менее ощутимое я имею ввиду по размеру вот такая вот монетка выпала сейчас мы будем смотреть что это у нас так пока неопределенно а ну это царик царская монета судя по всему одна копеечка но состояние как вы видите совсем никудышны совсем никуда не годится такое состояние нет прочитать ничего нельзя ну ладно хоть что-то царское пошло и так ребята решил я свой фундик прикопать как вы видите выкопал я здесь если встать на самую глубину по уровень по пояс находки здесь были только верховые верховые где-то примерно два три штыка вниз вот находки отсутствует это раз во вторых грунт очень твердый это два и в третьих он чернозем то есть он такой вот жесткий жесткий камень а должна как минимум быть вот такая вот вот такая засыпочка должна быть вот только здесь верховые находки были поднял я здесь еще значок пионерский старого образца будь готов сейчас я вам его чуть пока позже покажу и я решил сделать вот каким образом где у меня были находки все это вот здесь вот вот в этой области нужно мне будет сместиться 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 то что я накидывал в прозапрошлый раз я уже немного раскидал вот когда засыпал на собой яму и немножко сместиться вот в эту область вот эту область меня сейчас будет интересовать жалко что здесь вот это вот дерево очень старая только интересно как это старое дерево здесь было при жилье то ли дерево посадили рядом с домом либо уже столько времени это дерево быстро растет ну да ладно вернемся моим находкам сейчас мы с вами посмотрим значок все это я заложил в водичку дабы пусть отмокает так нашел я еще патрон патрон я его не показывал такой патрончик мусинский вот затем находочка у меня еще была вот такая вот на поле я его поднял как вы видите сейчас мы с вами даже посмотрим что за находка такая так это у нас полушка полушка проглядывается орел как вы видите но к сожалению из нее делали манисту имеется вот верхней части монеты такая выпухлость неприятная из с обратной стороны тоже вот такая вот была маниста делали из полушки так год-год сейчас мы с вами посмотрим сможем ли мы псм увидеть год год к сожалению наверно не увидим нет год не увижу так видно надпись надпись как вы видите полушка полушка а год 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 1700 1739 вот такая полушечка и еще одна у меня находочка была я говорил вам это у меня значок блин сейчас достану его вот такой вот значок всегда готов старый образец была закручиваю скай закручил к было но к сожалению и данный момент нет вот эмаль красная желтая но она обесцветилась вот такая вот еще находка у меня было ну а так сейчас мы продолжим 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 свой день выкопал я здесь уже порядка целого камаза если все вместе взять с прошлыми видео это сто процентов камаз перелопатил ну вот так смотрим я думаю находки будут итак ребята я вам когда начинал шурфить говорил то что после себя я помню как остаются после себя шурфы и говорил в начале видео что здесь кто-то был вот потому что я мы там такой не было и подходили строители с соседнему участку здесь вот и сказали что приезжали ребята приезжали ребята из ближайшего города тольяттинцы вот и они здесь пытались что-то поискать вот нашли строительство говорят нашли здесь 20 копеек 50-го года в квадрате и все на этом у них здесь закончилась вот выкидывая из шурфа штык за штыком прозваниваю уже практически расстроился два штыка снял и никаких находок нет но сопутка сопутка просто напросто прет и черная керамика встречается и коричневая вот даже встречаются вот такие вот столбушки это меня прям просто радует когда вижу такие столбушки ну и радует когда попадаются кости кости это хорошо и вы знаете на срезве здесь вот никогда у меня здесь не было так вот керамика даже видите черная это хорошо это хорошо правда здесь очень странно то что грунт жесткий и я никак не ожидал что я здесь увижу находку а находка у меня вот какого плана вот она лежит красавица вот белая белая материал я его еще не доставал вот надеюсь это монета берем ее так и с вами ее смотрим что это у нас так через объектив я что-то плохо вижу так надо поменять место опа какая-то 1949 год 2 кросс а 20 кросс это я даже не знаю чуть за монет такая пост политон чуть за монета какой какой страны ты блин орел вроде не польский не австрийский хрен знает кто знает подскажите хотя когда видео выйдет я уже давно посмотрю в интернете что это за монета между прочим вес монеты такой что это алюминий что ли алюминиевая монета вот такая вот монетка ладно 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 продолжаем продолжаем ну это более менее что-то интересное и так ребята очередной штык лопаты я снял тот штык лопаты у меня получился нулевым сигналов не было думал сейчас еще один штык лопаты сниму прозвоню если сигнала нет то буду смещаться в сторону засыпая за собой старую вот эту канаву и вы знаете прям на самом конце прозвонки выпал у меня монитосик вот он вот он монитосик у нас лежит это у нас советик советик 1950 года в принципе сохранчик более менее пойдет вот такое монетка у нас выпало сегодня с ссср 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 продолжаем итак очередная прозвонка выброшенного грунта в этот раз оказался успешный и выпал у меня вот такой вот такой вот крестик вот он крестик между прочим нестандартный крестик и такой крест на прозапрошлом копе поднял и у лопаты по ходу саданул такой крест не может быть чтобы я его сразу с двух сторон цену и с этой стороны вот из другой зачетный крест даже не знаю как он сейчас называется такой крест но он на лепесток чем-то смахивает но это не лепесток как видите совсем другой формы вот такой зачетный забираем конечно же забираем в коллекцию коллекцию меня таких крестов только 2 тот я еще не чистил но он очень плохом состоянии а это бодренький зачетный крест забираем так очередная у меня находка находка вот такого плана вот она лежит как вы узнаете это у нас пуговка гирька берем ее и смотрим обыкновенная узор у нас как вы видите присутствует то есть стандартный по всей кайме имеется кольца я уже не помню как это у староверов но это признаки что-то связано с солнцем вот эта пуговка у нас является где-то примерно 17-18 век просто интересно то что что она здесь делает где находки у нас последних царей и советские да ладно забираем так ребята вы выбросил я очередной слой сейчас вместе с вами будем прозванивать посмотрим что у нас выпадет если сейчас ничего не будет буду закапывать вот у нас часть от конской упряжи и здесь вот был еще одно кольцо с этой стороны вот здесь колечко еще было и это у нас у дела были одевали вот эту штуку в пасть лошади и вот за эти вот штучки круглые тянули на себя тем самым управляя лошадью вот такие вот у дела комары я даже уже ребята вижу монетку вижу монетку вот у нас монет лежит вот она красавица сейчас вместе с вами будем смотреть что из монета как монета у нас вот это у нас серебро серебро 20 копеек 20 копеек 1923 года вот такая вот серебрущик у нас выпала россов ассср пролетариат и всех стран соединяйтесь вот такая вот монетку у нас была во времена владимира ильича ульянова ленина тогда уже пошла мода экономить на серебре то есть это мода пошла с александра 3 николай подхватил и дальше в советское время серебро серебряные монеты делали всего-навсего 500 и пробы так называемые белон чеки такие монеты они в принципе дешевые по 200 рублей за штуку эти белон чеки так что ладно ну все равно серебро отправляется в коллекцию продолжаем итак у меня очередной сигнал и шурф я немножко смещаю как вы видите сначала шурфил вдоль там у меня результаты плачевные были не просто из-за находок а то что пошел слой чернозем и утрамбованный здесь а когда начал шурфить вот в этой области здесь у меня появилась а мягкая такая засыпочка вот и я решил ее немножко сместиться слой старый нас и я выброшу выбрасываю и решил дальше углубляться его знаете выполнял сигнальчик это золото партии золото партии вот на душечка две копейки старого образца год сейчас мы увидим год у нас 1934 интересный тридцать четвертый год две копеечки старого образца до этого я еще подымал вон в той области копеечку копеечку он там она и подымал затем грунт я вот отсюда вот выбрасывал туда еще одну копеечку поднял в общем еще две копеечки поднял я их не снимала решил не за обыстрять внимание на этой мелочи в данном случае у нас копеечка копеечка год сейчас скажем год сорок шестого года вот на копеечка и еще одна копеечка тоже аналогичная монета только 1938 года вот такая вот монетка практически два брата близнеца но года разные вот так вот такие вот у меня находки пока идут одни советики ну ладно ладно кстати видео я думаю назвать знаете как сегодня у меня разнообразие полная поднял серебрушечку он там вон а затем алюминиевую кстати я узнал это алюминиевая польская гроша 20 грош затем у меня медь медь есть то есть царская копеечка у меня затем на алюминиевый так латунь латунь затем у меня есть никель никель медный то есть в квадрате к сожалению сожалению золото у меня нет а так весь набор всех драгметаллов я сегодня собрал так я наверное назову что-то вроде как все драгметаллы ладно продолжаем и так ребят у меня очередная находка и находка вот такого плана судя по всему это трешечка сейчас я приближу вот на я ее еще не трогал сейчас вместе с вами возьмем посмотрим что это за монета так это у нас советик советик судя по всему вода это 20 копеек 20 копеек год 40 к сожалению не вижу ща по попробую приблизить насколько возможно так 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 потихонечку полигонечку не знаю заляпана как раз на годе на последних цифрах но это наверное где-то за 30-е года 20 копеек зачетная зачетная отправляется у нас коллекция и так ребята вот только что я вот здесь вот снимал видео по поводу 20 копеек 1930 там какой-то строкового ну в квадрате начал прибор смотрите вот смотрите вот так вот вот так вот лежит лежит у так вот монета я честно говоря сам удивился в шоке вот так вот она торчит сейчас мы посмотрим что из монета так монета тоже советская так а год и номинал номинал но не знаю она немножко деформирована как вы видите по всему диаметру вот но судя по размеру это трешечка 3 копейки ссср старый ой новый герб ну значит где-то за 50-е года за 50-е к сожалению ничего посмотреть нельзя брошу в баночку с водой посмотрим уж концу копа отойдет немножечко ладно ладно продолжаем конечно интересная нюанс такой у меня получился сам немножко удивлен и в шоке ну ладно смотрим итак у меня очередная находка буквально находка за находкой каждый выброс грунта буквально вот из этой ям у меня образовался такой котлованчик небольшой но он такой зачетный зачетный монета за монетой вот и в данном случае у меня еще одна монета выпала вот но у нас она монетка лежит смотрим что это монета так монета у нас так что за монета две копеечки две копеечки год к сожалению сказать не смогу переворачиваем смотрим так ну теперь смогу герб у нас до реформы то есть пролетариат и значит монета до 35 года вот такая монета две копеечки золото партии зачет зачет поперла поперла концу дня я думаю монет на грибу немало смотрим так очередная очередная у меня монетка вот она лежит рядом с кирпичиком монета у нас судя по всему советская сейчас мы смог до герб у после реформы так 10 копеек в квадрате 10 копеек в квадрате год год к сожалению тоже наверно не скажу 53 наверно или 33 53 наверно такая монета ладно 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 продолжаем как я уже говорил поперла макро рейсер рулит прям зачетно зачетно и так ребята хоть камеру не выключай только камеру выключил положил следующий сигнал выпало вот у нас монета это я еще просматриваю то что выбросил я думаю следующие выбросы грунта 1946 года 20 копеек думаю снять онлайн и посмотрим что у нас получится вот такая вот монета ладно 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 продолжаем продолжаем как я между прочим вытащил весь грунт оттуда и начал прозванивать с этого момента у меня прошло не так уж много времени но за это время я поднял так раз два три четыре пять монет пять монет за один штык лопатой вот из этой ямки штык лопаты представляете штык ямка метр на метр максимум и пять монет штык лопаты прям нюанс нюанс просто замечательно вот между прочим вот в этом районе здесь сейчас все засыпано а я предыдущие копы это выпуск 105 1 и 2 часть все монеты там порядка 40 монет были вытащены вот именно отсюда здесь у меня целина была я не копал вот но в данном случае решил проведать и вот вам результат моей проверки там у меня все плачевно забросила все там буду все-таки засыпать его и разрабатывать только вот это вот место ну а так так продолжаем продолжаем смотрим итак ребят как я и обещал выковырял из своей ямы еще штык лопаты и сейчас мы с вами посмотрим что у меня выпало набросал я немножко сюда и затем все по кругу такой сейчас мы будем прозваниваться яма как видите у меня увеличилась корни к сожалению мне пришлось сломать мешали здорово надеюсь дерево старое меня не накажет боги природы ну ладно берем будет неудобно прибор и начинаем прозванивать кстати кстати кирпич у меня какой-то странный выпал смотрите какой вот кирпич и внутри вот такая ложбинка вот не знаю что это такое вот обычно кирпичи идут с гравировкой или же обычные плоские в данном случае вот видите по ходу это специально выдалбливали типа типа ступы чтобы здесь вот толочь различные отвары или мука или чем-нибудь в этом роде грубо говоря ступа ладно вернемся берем прибор и смотрим показатели бегает туда-сюда но так у меня звенит либо железо либо монеты советы прибор мешать опа монеты 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 здесь вот монета вот на монетка большая сейчас мы с вами будем смотреть что это смотрим вместе с вами и так что это за монет у нас так это у нас советик так фокус фокус давай настраивайся так настроился советик и барабанная дробь и так и так год к сожалению 1930 30 не может быть 30 герб новый сейчас с вами посмотрим 1900 может 50 ну ладно не столь важно вот такая вот монетка монетка забираем забираем так не будем убирать далеко пин пользуемся таким он пином уберем его просто в карман монету в карман и продолжим продолжим снимать в онлайне это явно какой-то чернина потому что показывает фигню всякую мимо мимо здесь у нас ничего пусто ну пусто одна монета одна монета да пусто 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 одна монета но все же монета большого размера тоже тоже зачет нет походы не пусто походы что-то еще все посмотрим опа видели видели выпало читана какая-то странная все такая белая что это у нас нифига себе блинский блинский черт возьми давно у меня не было царей а именно вот такого вот образца вы не представляете это 25 копеек четвертак блин не передать то что я вижу еще 1872 года обалденная находка вообще шикарно блинский блинский блин вообще отменный блин я прям доволен 1800 по моим 30 37 года что ли вот такой вот четвертачок обалдеть никак не ожидал есть белончик а вот и настоящее серебро чистое серебро обалденное вот кто ожидал что в прямом эфире я подниму вот такую монету монета у нас четвертачок 25 года вот такая вот монетка зачетная только странный цвет какой-то как будто в побелки мелом орел проглядывается с другой стороны вот тоже какой-то налет такой белый вот посередине где 1857 около семерочки вот чистые серебро такое должно быть но я на надеюсь на шатырем отмоется и будет вообще классная монета смотреть какая просто падая вот сегодня у меня сегодняшний коп просто бомба 25 копеек четвертачок царик настоящий царик чистое серебро ладно продолжаем итак ребята я решил еще раз снять онлайн уже я два снимал все удачные но последний просто шикарный вот и сейчас вот накидал я кучу лопату меня в яме сейчас мы проверим повторно повторно посмотрим что у нас кидая тоже также ладно в одни места надо немножко сейчас прозвоню я раскидаю эту кучу вниз потому что уже неудобно кидать с глубины так здесь у нас что-то что-то к сожалению воды не смотрел я посмотрим что у нас здесь да что-то выпало это у нас копеечка по судя по всему размер судя по всему копеечка да это у нас копеечка год сейчас посмотрим год 1929 вот такая вот монетка ладно ладно сейчас мы еще и еще посмотрим пин я выключил чтобы не трахтил смотрим дальше так какой-то железо что-ли так зашочек так железо железо непонятного рода ну ладно еще какой-то железо когда начинает так вот бухтеть так да вот он когда он начинает бухтеть вибрировать визжать показывает перегруз как сейчас вы слышите цель рядом и скорее всего это железо да вот она железяка конечно это шикарно и шикарная короче функция но это шикарная функция может как-нибудь вас подвести тем что как у меня панку по моему возможно так было выкопал сигнал но начал вибрировать вибрировать и я плюнул по незнанке на этот сигнал думал что железо вот и оказалось казалось после меня из этой же ямки грубо говоря ямку я засыпал но все из ямки я вытащил я казалось это монета монета медная большая пятак александровский или николаевский вот так вот сыграла злую шутку вот этот пин перегруз сейчас конечно я проверяю все перегрузки вот ну такой факт был зафиксирован мной вот так ладно продолжаем и так взяла камеру только из-за того что очень красиво монет хрен с ней монета но блин меня аж прям дрожь какая-то пробрала смотрите что смотрите вот окапывая обвалилась оголилась кусочек черепицы и на куске черепицы смотрите что не поверите не поверите честно но все вот так вот и было монету я ничего не трогал вместе с вами и достаем достаем аккуратно чтобы оказалось слепок да он видите еще древесина слепок остался вот и на монете тоже древесина так монетик пролетариаты старый герб две копеечки а год к сожалению наверное не скажу но до год не скажу ну ладно сам факт нахождение монеты интересные очень интересны в этом горшочке на этом на этом горшочке вот так горшочек был я начал штуком срезать обвалилась и вот здесь вот так вот оголилась монета конечно я сам потрясен конечно интересные у меня кадры получается иногда но действительно не грех было сейчас посмотреть может еще на горшочке и хи че-нибудь нет больше ничего нету ну ладно ну все продолжаем продолжаем всегда когда я включаю камеру у меня перехватывает дыхание от того сколько я перелопатил но за камерой я снова пошел не просто так у меня находка находка в принципе очень радует тем что это у нас царик царик и не просто царик а большой царик вот он лежит я еще сам не знаю что это за царская монета будем с вами смотреть но судя по всему николай так орел видно видно орел и все остальное сейчас увидим так это у нас трешечка я по ней саданул смотреть как саданул обидно 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 год из-за большого налета к сожалению не увижу 1800 какой-то по-моему 800 ох отмылось очень хорошо 1875 1875 вот такая вот монетка у нас я думаю вот этот окисел он конечно отпадет так что забираем до этого я еще поднял две монеты две монеты я их не снимал но обычные монетки ничего особенного это у нас 10 копеек 10 копеек 40 43 года а 49 и душечка сожалению год узнать нельзя но старая до 35 года вот так вот по находкам у меня так раз у меня камера с собой в руках сейчас попробую снова осуществить онлайн коп здесь я уже прозвонил в принципе сигналов кроме трешечки царской нету здесь меня нас еще есть небольшая сигнал есть сейчас мы с вами его найдем так это у нас крестик такой крестик крестик лепесток странный крестик лепесток потому что ушко обычно у лепестков совсем другое а это смотрите какой странный крестик странный не знаю какой-то новодел под лепесток косили обычно латуневые тонкие ай блин поломалась ухо щелк у меня в руках ну ладно такой крестик у нас на свет божий появился ладно продолжаем и так у меня находочка ко мне вон подошли местные старатели постоянно меня подходит интересуется как чё дела и вот при них у меня выпал такой монетоз в принципе большой сначала думал царь и оказывается это три копеечки двадцать четвертого года если сохран будет замечательный а он у нас отвратительный затертый серпом молот какашки на нем нашлепана как вы видите 800 рублей стоит не будет ну ладно забираем мы забираем эту монету в коллекцию надеюсь она у нас почистится до этого я еще поднял несколько монет но я их не снимал вот такая вот трешечка со старым гербом про пролетари ты всех стран соединяйтесь 30 30 какого-то года сейчас посмотрим по моим 30 года и 15 копеек в квадрате 53 года вот такая вот монета у нас выпала ладно продолжаем яма у меня все увеличивается я уже обрушиваю все склоны дабы зацепить побольше площадь внутри находки есть как вы видите всего продолжаем и так ребята подошли ко мне строители про которых я вам видео указывал но есть у них несколько интересных сюжетов без привлечения не соврать бы 75 года там деревне не то что щебенки там кроме тракторов ничего не ездила везде ходы шоферов возили остальные военный завод вкус кузнецкой это урал возил рабочих туда на краю села остальные там 15-20 авто все большие конечно но так начало их 16 17 столетий и я под прадеды и честно это почему мы тогда вот этот прибор и мне холодец во дворе старые где-то найти там дедовский геркс и кресты там татарские полки они в кавказе воевали саш пишешь культуры как в центральной улице есть так и называть центральное село большой труев и кузнецком районе и вот там центральный магазин есть сейчас новая мечеть там кстати рядом старики не дали разобраться рубовой мечеть там ему два столетия минимум наверное их селе когда было двадцатом или 21 пожар был там три мечети сгорели вот это один уцелел пол деревни там сгорела больше горит там пруд накидали вещей все дома пруды бог знает сколько все это очень много там это я помню по разговору деда и тогда мне уж сколько 8 10 лет был где-то 70 умер прошлого столетия и вот вернемся к тому что улица центральная и как около этого мечети дорога есть сейчас там правда везде асфальт асфальтирована ну по краям то нету огорода сады дом культуры на вот это как раз на повороте там с одной стороны казахбаев говорят другой стороны шабакаева там этот дом пустой бывший управляющий жил там большая семья это мне у деда двоюродные или родная сестра жила муж сейчас третье поколение вот недавно я с дядькой виделся и и вот в этом месте брат со школы шли ребятишки ну толкались не то урал не то беларусь трактор или какой пробуксовкой про вытащил какой-то горшок и рассыпалась там ура ребятишек собрали сколько сколько мог младший брат принес 12 ну штук 13 14 не помню уж это прошло полста лет почти и вот так этих монет серебряные там записи я еще хорошо помню они приравниться 21 зол золотом что ли как так 24 года что ли они были здоровой вот как советские время рубли или побольше мне кажется даже сейчас не соврать бы вот там действительно там ну деревне нары и 300 вот так вот подымают у нас и бывает клады просто-напросто нюансы просто машина ехала пробуксовала и выдернула при этом горшок и мне сейчас полной вот прямые очевидцы данного клада во дворе бы еще колодец где-то это разговор дедушки два или три герса креста там ничего из-за этого не просто там а говорит там были какие-то на кавказе полки с кавказа и вот татарские там своему мы были и вот у них горит на крестах еще какой-то особенно мусульманские знаки не знаю насколько правда вот это слухи только я слышал такое вот то этот меня товарищ и зовет к себе в деревню еще и ехать в колодец и в колодце говорит там очень много крестов георгийских полно оружие все так вот так что он зовет меня копать по поводу этого но к сожалению я не езжу так далеко конечно интересная тема ну ладно ладно поживем увидим итак ребят вышли строители ты снова снова за работу у них своя работа у нас своя так к чему я камеру взял сигнальчик у меня выпал их прибором еще до него не дошел и визуально увидел вот он лежит советик ранний советик душечка судя по всему год к сожалению скажу не видно ну такая вот сохранчик половой сейчас я вместе с вами раз камеру меня в руках буду снимать что у нас выпадет ну и между тем делом расскажу вам кое-какую историю история у нас какого плана знакомые у меня есть у этого знакомого тоже ребята занимается занимается поиском кладов и в одной деревне они нашли золотой пятак 5 рублей 5 рублей ну и продали они его вот на монета а вышла и продали они его не помню по моему заполтинник что ли так это у нас копеечка копеечка год 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 у нас современный то есть 1940 года вот и они его продали и в надежде найти еще что-то в этой деревне они наняли трактор наняли трактор дабы найти еще золото но к сожалению золото они не нашли но нашли порядка двухсот монет 200 монет к сожалению все медные царские вот к чему я говорю что это не могу найти так монетка монетка выпала так этом у нас монета свой большой нарос на ней к сожалению не скажу что за монета но монета советская судя по размеру это 20 копеек в квадрате не знаю ну и я к чему говорю то что наняли они трактор и всю деревню практически на лысо стерли то есть нашли они еще 200 монет царских к сожалению по цене я не знаю сколько они еще выручили ну царская монета в 5 рублей которые она им все оправдала то есть они наняли трактор и еще остались остались в плюсе продали за полтинник трактор по моему на 7 заказали потом доставка трактора туда вот короче где-то примерно двадцатку у них ушло на трактор ну и по тридцатке тридцатка у них осталось так что вот так вот по-моему все да все сейчас снова за лопату снова снимаем штык лопатки мы как видите уже расширились вот так что такая вот у нас яма получается ладно продолжаем и так ребята решил я камеру взять с собой в яму потому что из этой яму уже тяжеловато выбираться бегать за камерой так что с камерой буду я и так вот стою в полный рост погружаюсь я на одной ямы и как видите на такой глубине у меня появился сигнальчик сигнальчик вот он не то секрет берем его и смотрим свет у нас 20 копеек 1946 года зачетно зачетно забираем хорошая монета на такой глубине здесь вот у нас вот такой фундик блин сейчас бабка приходила с которым мы общаемся вот она говорит что дом якобы стоял не здесь ну не знаю все признаки того что здесь был дом явный и монет куча не всего остального ладно смотрим и так очередного меня сигнал встает над таким вот обрывом то глядию обвалится стараюсь стоять рядышком сигнальчик у меня был прозваниваю я стенки и вот у меня монета монета судя по всему советик потому что желтый да это нас советик тридцать седьмой год ну что пойдет пойдет забираем все монеты такого домового сохрана к сожалению зеленая патина который очень сильно въедается и тяжело убирается ладно да я твой я еще находил судя по всему копеечку желтая проглядывается так что это копеечка видно даже то что это ранние копеечка судя потому какой здесь герб проглядывается ну ладно сюжет в такой яме огромный вот этот дерево говорят уже сто лет не знаю правда нет но говорили что вот это дерево как раз в окошко перед окошком бывшего дома стояла не знаю говорят что он там дом был не знаю правда нет но этого дерева была лавочка и здесь бабушка с дедушкой сидели не знаю не знаю ну факт есть факт у меня есть находки и так не зря я нахожусь в этой яме сейчас только что все вот это вот обрушилась и все вниз шмякнулась как вы видите высота моей яму уже высоко вот так вот мы копаем но не зря говорю я вам копаю были у меня советики советики вот на такой глубине поднял несколько монет причем одна из них монета 61 года представляете 61 года вот на такой глубине буквально я не знаю сколько здесь вот и поднял я вот советик один советик другой и советик третий три советика поднял три копеечки вот года к сожалению не скажу не скажу но знаю что вот этот монетка копейка 61 года остальные вроде старый старый герб ну я зарядил камеру не для того чтобы вам копеечки показать а показать то что вот у меня что выпало смотрите здоровая штукенция сейчас мы с вами будем смотреть что это такое так это у нас и так по моему ты чё то не видно особо но это да и пятак 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 двадцать четвертого года вот такая вот монетка у нас вышло ничего очистится нормально как вы видите чистая медь даже проглядывается надеюсь от моется от стирается и будет пятачок в норме думаю сохранчик будет неплохой ну ладно причем выкурил именно там где я уже практически думал больше не ковырять но нет вот видите как я чтобы не обрушить всю это трихомуде сверху я подкапываю снизу и полезный слой выковыриваю оттуда ну и вот результат результат ладно продолжаем и так ребята закончил я свой шурф в очередной раз закончил эту яму которую сегодня снова разрабатывал только немножко стране знаете напоследок хочу вам показать вот такую находку очень интересная находка тем что здесь у нас буквы буква к ну не знаю может старославянский какой-нибудь язык или что а с другой стороны у нас вот такая буковка а как бы но я знаю такая буква при еще в общем буква старославянский и вот ровно что-то было выпилито комары меня зажрали вот интересно если кто знает что это такое вообще дайте конечно в комментарии что за беда такая вот закончил я свой шурф сейчас буду потихоньку его засыпать уже начал его засыпать получился у меня вот такая вот яма сейчас мы его сравним ровненько все покажу вам видео отчет по своим находкам сегодня у меня находок в изобилии так что есть чем похвастаться тем более находки кое-какие есть действительно замечательные так что смотрим ждем видео обзор по находкам и так ребята видео у меня очень большое получилось по находкам вообще шикарно так что видео у меня снова будет разбито на две части не знаю как получилось по количеству материала вот она может быть будет и три части вот смотрите обязательно третью часть или вторую часть если она будет из двух вот вы увидите видео отчет по находкам находок у меня сегодня в изобилии в основном советики но встречаются как вы видели поляки это алюминиевая монета 20 грошей затем серебро серебро революции двадцать третьего года росфср затем советские монеты большого размера пятачок трешечка вот из царских монет трешечка еще пару цариков ну и финальная такая супер находка это у меня 25 копеек 25 копеек 1857 года вот четвертачок вообще шикарная находка я прям в восторге от нее так что смотрите видео отчеты вы все увидите ну а так пока надеюсь вам понравилась первая часть и так ребята как я обещал делаю я видеообзор по находкам сегодня копал я сегодня в этих кустах копал я там несколько выпусков по находкам вообще шикарное место не знаю придется возвращаться туда нет потому что погода жуть была сегодня вот я так думаю что 30 градусов 100 процентов было на солнце было полное пекло вот если бы я сегодня гулял по полям он по тем он я бы умер я бы не выдержал даже до обеда но я сегодня спрятался здесь вот в тенечке вот и немножко накопал так начну я наверное со шмурдичка поднял я вот такой вот обломок перстня большого имеется рисунок затем пулька обычная пулька и пуговка гирька затем у меня вот такой вот значок значок пионерский всегда готов два крестика один очень плохом состоянии он по ходу не очистится и вот такой похожий на крестик лепесток но это не лепесток очень хорошим таком состоянии по монетам у меня вот как 15 копеек 1 1 всего-навсего 1939 года и очень большое количество очень большое количество копеечных 10 копеечные 49 год и 52 год затем 10 копеечные монеты 1 2 3 4 5 6 9 монет 9 монет из них все практически до 35 года практически три монеты там по моему меня после 35 года затем двушки душечки 6 штук двадцатки двадцатки говорить не буду 30 трешечки вот такие вот затем двадцатки три штуки пятачок пятачок по моему так 40 года пятак 24 года в очень хорошем состоянии затем трешечка 24 года по царям по царям вот такая зачетная зачетная трешечка 1875 1875 года копеечка убитом состоянии полушка был бы ничего если бы не отверстие вот это была маниста ну и пик писк сегодняшнего дня это у меня странная монета польская 20 грошей 1949 года материал алюминий 20 копеек 1923 года серебро в простонародье белончик 500 проба и вот это вот шикарная монета 25 копеек 1857 года она конечно очистится очень зачетная очень зачетная я думаю очистится будет хорошим ну ладно надеюсь вам понравилось сегодня работал у меня прибор macro racer отслужил он сегодня на славу вот так вот закончил свой коп вот на этом месте смотрите мои выпуски новые у меня их очень много интересного очень много следите за выпусками ну естественно кто не подписывался подпишитесь вот комментируйте мое видео это обязательно ну и пальцы вверх ставьте так как не зря я копаю тружусь выкапываю целые котлованы а потом эти котлованы кстати я его закопал не 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 показал вам но я его закопал чтобы местные жители не ругались так что все всем пока удачи а